Так, я приветствую вас на нашем очередном занятии обучения расстановка, наше обучение онлайн. И мы с вами приближаемся к пониманию, я говорю в первую очередь о тех студентах, которые были изначально, что у вас уже есть те знания в области системных расстановок, которые позволяют вам, первое, выводить информацию в проявленное. Так, Богдан? Богдан, ты с нами? Зависит немножко, да? Значит, выводить информацию в проявленное. Вы это уже умеете делать уверенно. Вы уже освоили понимание, что любую выведенную информацию можно распаковывать. И в этом, собственно, заключается прикладной характер в этой работе, потому что факт выведения и распаковки, как правило, снижает напряжение. Вот я поделюсь с вами сегодняшней одной консультацией, где я ввела в полевую работу человека, у которого есть знания в области, обученный психолог, или знания в области гештальта. Я позволила себе использовать такой инструмент, как в гештальте есть понятие «горячий стул». То есть, когда человек, с которым работают, с какой-то темой, он садится на стол и начинает испытывать какие-то чувства в процессе разговора, который идет. В принципе, это то, что объединяет гештальты расстановки по сути доведения информации в проявленное. Ну, вот одна беда. Сейчас, даже вот на обучение расстановку вместе с коллегами, возникает у всех вопрос. Расстановщики не дают, опытные расстановщики не дают однозначного ответа. Откуда же выходит информация на тела носителей? Многие говорят, что это наши проекции, что это все исходит из нас. Мы с вами наблюдали за работой Берта Хеллингера, в суде Савика Шустера. И там я прошу всех обратить внимание. Берт Хеллингер в расстановке. Первое, он ничего не объяснял людям, он просто предложил им выйти. Им было предложено выйти. Он сделал назначение. Вы, пострадавшие от фашистов, Вы, украинцы, которые были против фашистов за Украину, но вы воевали на стороне фашистов, но он имеет в виду УПА, да? А я фашист. Вот это единственное, что сказал Берт. И дальше предложил двигаться за импульсом, который есть. Вопрос. Если все исходит из меня, это проекции мои, то откуда были сигналы на телах людей? Эта проекция, которую сделал Берт, у меня нет четкого ответа, я утверждать ничего не буду. Но я неоднократно показывала вам, и мы вместе делали этот момент, когда я просила, пусть информация, о которой я подумала, и вне зависимости от количества участников, я думала о чем-то своем конкретном. На тело выходила информация. И практически всегда эта информация у всех участников была разная. Вот я сейчас попрошу тебя, Наташа, тебя, Богдан, и тебя, Ирина, и пока к нам люди подключаются, мы повторим этот эксперимент. Я прошу вас посотрудничать со мной. Вы согласны? Да. Перенесли внимание на тело, почувствовали дыхание. Тело – наш основной инструмент. Итак, пожалуйста, встряхнитесь. Отпустите тело. И побудьте информацией, о которой я подумала. Просто понаблюдайте, выйдет на тело какое-то ощущение или нет. Оно может быть незначительным, может быть ярким. Только вы можете знать, какие ощущения у вас сейчас в теле. Если есть у кого-то сигнал, я могу сказать. Говори, Богдан. Меня скрутило крюком, пропало дыхание, глаза полуоткрыты, такие томные-томные, расфокусированный взгляд. Голова слегка склонена влево. И ощущаю мягкое или уловимое покалывание в голове. Более ярче влево не имею. Хорошо. Что у тебя, Наташа? У меня из всего тела только голова, которая горит. У меня щуки горят. Просто, как жар. У меня очень жарко. Хорошо. У Богдана, у Наташи яркие сигналы. Вы описали свои ощущения. Ира, у тебя есть какие-то ощущения? Микрофончик включи на микрофон. У меня вот как голова стала такая тяжелая. И нижняя челюсть, вот как, кажется, вот что-то тянет ее вниз. То есть вы не знаете, о чем я вас попросила. Мы с вами люди мужественные. У нас есть кредит доверия. Я о чем-то подумала. И у всех у вас разные ощущения. Благодарю. Тряхнитесь. После благодарности сигнал пропал? Да. У Иры пропал. У тебя, Богдан? Да, Тон. У тебя, Наташа? Ну, дружечки так, щечки все вот такие. Какие-то остаточные явления. Так, внимание, мы с вами договорились, что расстановки в основе лежит то, что мы можем намерением, просьбой, договоренностью выводить информацию в проявленную. Мы работали в закрытую. Я попросила. Вы не знали о чем, но каждый что-то испытал. Сделаем второй раз. Другой. Опять. Будьте информация, о которой я подумала. Я могу сказать. Говори, Богдан. Такая внутренняя, первая нотка, такая внутренняя детская была, будто бы мне купили долгождаемую игрушку. Вот. А потом я как-то печально задумался. И немножко тело склонено вправо и взгляд задран немножко выше горизонта. Такое мечтательное. Так, так. Это отличается от первого сигнала? Да, да. Отличается. Наташа, у тебя? У меня, ну, я просто как ёк сажу зараз, и у меня ноги как бабочка вот так, я ними рухаю, и я придумала, что я бабочка. И мне так смешно, что я бабочка. Отличается от первого сигнала, да? Да. Так, у тебя, Ирина. Ну, а мне как-то, как в стул вот, ну, как бы давило. И вот здесь в груди как вот, как тяжело дышать стало. Благодарю. После моего благодарю, что произошло? Я снова остался с собой. Ты остался с собой. То есть ушел, да? Обратите внимание. Я не бабушка. Получаю разные упреки, получаю рассказки, что в расстановке там, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Давайте так. Каждый из нас сейчас присутствующих в адеквате, мы знаем, кто мы, что мы, где мы, так? Мы с вами неоднократно сталкивались, что на тело выходит сигнал. У вас вот здравомыслие ваше, взрослых людей, имеющих образование и знания. Вы можете объяснить, откуда приходил сигнал? Это моя продукция, проекция на вас или что? Сразу скажу. У меня нет... Загипнотизировали вы нас с Ириной Германом. Спасибо, дорогой. Вот это правильный ответ. Правильно. Бойтесь, бойтесь. Смотрите, спасибо вам за чувство юмора. Давайте скажем, вот есть феномен заместительского восприятия. Мне это слово не нравится. Почему? Каждый из вас не имел никакого назначения. Согласны? Я вас попросила, но никем не... Явно, да. Понимаете? Это логично. Так? Так. Делая это упражнение, работу или эксперимент уже на протяжении многих лет, 15 это точно и больше, я сталкивалась, что сигнал всегда выходит. У всех по-разному. У всех по-разному. Не выходит у кого? У закрытых людей, ортодоксов, очень жёстких мужчин часто бывает, вот кто оторван от тела, от своего... Итак, смысл нашего сотрудничества и работы мы продолжаем закреплять, что понятие, как происходит выход сигнала в расстановках, это пока вопрос открытый. Поэтому я не готова вместе с коллегами, с кем-то ещё утверждать, что это какая-то проекция, что вот я там что-то на что-то спроецировала. Первый раз я попросила вас быть, я всегда беру одинаковые образы. Те, кто не один раз уже принимают участие в этой работе, примерно знают, какие они, но не знают, в каком порядке я их буду брать. Я в вашем случае сделала, как обычно, горная река. Ровно десять лет назад я в этой горной реке на тренинге вот держала руки, и я просто раз вызываю у себя это ощущение. Я её визуализирую, держу. Второй раз это был образ горящей свечи. Конкретная свеча у меня в комнате, на конкретном месте. Я просто раз включаю этот образ вот у себя. Поэтому, если бы я вам сказала, что я прошу вас, вот свеча и всё, то включились бы чьи ощущения? Ваше. Нет? Наши личные. Потому что у вас, у всех есть свои образы этой свечи. А так, выполняя мою просьбу, вы подключились к каким-то вибрациям, которые инициировал кто? Вы. Да. Но у вас не было представления об этих вибрациях. Вы не знали, что вам подкинет мозг. Вот это вот самый момент. Я буду продолжать эти эксперименты, потому что мне по-прежнему непонятно, откуда, сказать, выходит из поля. Давайте физики, математики, люди разных других наук. У них у всех укажут свое понятие поля. И так далее. Мы утонем сегодня в словах, но я не обучена физике. Я что-то там из области физики знаю, повторяю чужие слова. Я не смею ничего утверждать. Факт один. Берт Хеллингер попросил людей быть пострадавшими от немцев. Берт Хеллингер предложил людям быть теми, кто воевал на стороне Украины, но при этом был на стороне немцев. Берт Хеллингер себя назначил фашистом. У всех людей были ощущения в теле, они как-то двигались. И мы с вами в практической работе неоднократно сталкивались с уверенностью, что сигнал выходит, а дальше начинается работа. Работа, которая связана с пониманием, с представлением, с гипотезами, с личными ощущениями у кого что возникли. Итак, сейчас я просто хочу, следовательно, вот сейчас опять у меня, будьте исследователями, идите, пробуйте понять, разбираться сами, но никогда. Привет, Ильдарчик, я рада тебя видеть. Сегодня у тебя мама ученица, и ты помогаешь ей учиться. Правильно, Ильдарчик? Да, дорогой, итак, смотрите, моя хорошая, я почему об этот вопрос трогаю? Вы не раз столкнетесь, когда умные люди будут обсмеивать расстановки, упрекать, утверждать, что там, ну, в общем, что-нибудь там нехорошее. Упрекать нас, тех, кто ведет эту работу, как мне один там написал, я сочувствую вашим клиентам, вы их что? Ну, я понимаю, что я ввожу в обман, куда там, вот. И понимаю, что Богдан в шутку говорит, вы нас загипнотизировали. Понятия не имею. Ну, я обучена гипнотическим техникам, практикам, недирективному гипнозу и сугестивному, классическому там. Ну, у меня-то намерения не было гипнотизировать. Итак, останавливаемся на том, что сигнал выходит. После благодарности сигнал что? Уходит. Мы несколько раз с вами это обсуждали и будем говорить об этом еще не один раз, чтобы вы уверенно чувствовали себя в кругу знакомых, друзей, в кругу товарищей, в кругу людей, где вы, возможно, будете включать поле. Я привела вам пример, что сегодня в индивидуальной работе я воспользовалась знанием гештальтиста, человека, который обучен гештальту, и предложила ему, ну, там непростая работа, но мне, почему я с вами этим делюсь, я не нарушаю никаких там моментов, как это называется, этично, неэтично. Я не называю имена, ничего. Ну, говорю так, человеку мне можно было снять напряжение. И я спросила, а на что ты жалуешься, что же у тебя болит? Он говорит, у меня все болит. Говорю, ну, давай посмотрим. Я, пользуясь знаниями про горячий стул, говорю, ну, давай мы предложим, чтобы вот, мы поговорили о душе, я говорю, ну, мы предложим, что душа болит. Я говорю, ну, давай мы так, пофантазируем. Фантазия – это термин психоаналитический. В конкретной работе мы можем пользоваться фантазийными образами, которые есть у человека. И я предложила, говорю, ну, давай мы душу посадим на тело. Перед этим подготовили тело. Как подготовили тело? Она встала, подышала, встряхнулась, ну, вошла в контакт с телом. Человек сел и говорит, у меня хорошее, ровное состояние, у меня ничего нигде не болит. Вернее, так, да. Говорю, хорошо, вставай. Говорю, вот ты сказала, у тебя душа болит, ты сейчас посидела на месте своей души, а болевых ощущений не было. Такой я говорю, дальше, говорю, давай мы попробуем взаимодействовать с информацией о твоем уме. Посмотри на этот стол мысленно, свои фантазии, посади туда свой ум. Напоминаю, я работаю с профессиональным психологом, обученным нескольких парадигмах. То есть я не просто человека, технаря какого-то там, или человека без образования включила в эту работу, я опиралась на ее профессиональные знания. И как только она говорит, хорошо, да, улыбнулась, ей понравилась эта игра, она садится на стул, где был ум, и тут взрыв. Начинаются слезы, начинаются напряжения, начинают рассатывать. То есть с чем мы столкнулись? Кто рулит? Напряжение ума, напряжение нервной системы, которая производит вот эту информацию ума. Потом так же я предложила посидеть, где тело. Потом я сказала, что это лежит в основе расстановок и так далее. Но первое, чего я добилась, человек, который пришел на консультацию в очень напряженном, разбитом, разобранном состоянии, в результате вот такой демонстрации, без употребления слова расстановки, но я несколько раз что подчеркнула, на что я опиралась? Ощущения в теле? На то, что в гештальте есть горячий стул. Понятие горячего стула. Когда клиенту предлагают туда, по какой-то теме туда сесть, и клиент начинает испытывать яркие ощущения. Я заостряю ваше внимание на это. И параллель провожу. Ловите, вы умеете. Берт работал в студии Ставика Шустера с людьми, которым он ничего не объяснял. Он просто обратился с просьбой. И на них вышла информация, и у них были импульсы. Люди менялись выражения лица, текли слезы, испытывали потребность протянуть руку, положить и так далее. Ловите параллель. Берт ничего не объяснял, вел людей в работу. И мягко. Потом он объяснил про преступников, про жертв. Но люди испытывали ощущения. Здесь на консультации я рискнула опираться на профессиональные знания. Потому что гештальт – это принятая штука. Она факультативом, и все идет в вузах. То есть к этому относят к доказательной психологии. Этого не боятся. Я, как расстановщик, уже съезжая, вдохновленная примером учителя, без объяснения пошла в такую работу, где пользовалась терминами гештальта и терминами психоанализа. Каким термином я пользовалась? Фантазия. Вот предположим, пофантазируем. Но точно так же включать интерактивные трансы в позитивной психотерапии. В результате я была убедительна для клиентки, что душа у нее не болит, оказывается. И тело у нее, оказывается, что функционирует качественно. А вот умственное напряжение, соответственно, какое психическое напряжение, то, которое потом пойдет в жесткую психосоматику, потом, если сейчас с ними разобраться присутствует, и я сделала еще один, один маленький нём. После этого я предложила ей, а тут уже в закрытую. То есть у нас уже контакт, доверие. Я говорю, а теперь давай, хочешь кое-что еще проверим, да? Давай теперь я на стул что-то посажу, а ты садишь и попробуешь испытать. Она садится на стул и говорит, ой, ты такая сжатая, меня вперед склоняешь. А я предложила ей побыть информацией об энергетическом состоянии ее печени. Дело в том, что в последнее время она употребляла достаточно много таблеток. От головной боли, от зубной боли, там успокоительные какие-то. И естественно, вам понятно, почему я печень вывела информацию о печени? Смутно. Ну подумай, Богдан, как же ж смутно. Ну фильтры, энергия. Правильно, правильно. Что мне надо было показать клиенту? Что тело вот не хорошо, а печень в напряжении. И она говорит, а ну да, я ж таблетки пью. Поэтому она легко приняла мое предложение. А можно вопрос? Да. А селезонка ведь тоже в качестве фильтра выступает? Я могла там сделать еще многое. Да, ты прав. Но мне важен был клиент, который, первое, немножко разрядится напряжение к концу занятия. Так, мне важно было это сделать. А лучше, чем выводение информации, проявленное, это, как правило, ничто не работает. Так? И мне важно было ей показать, чтобы она прочувствовала, что вот на слова ум такая реакция, на слова душа такая реакция, на слова тела такая, на слова печень другая. И я без конца задавала вопрос. Ты не придумываешь? Нет. Ну, вы же не придумываете про ощущения? Я сейчас показываю вам и хочу привести слова. Вообще хочу слова привести. Наташа Завалей. Я ее очень уважаю. Вот почему я ее уважаю. Видны вот эти вот буквы? Вот это, да? Она 10 лет, каждый год ездила к Берту, мог все себе позволить. Поездка к Берту на кэмп, это 3000 евро минимум. Проживание. И сейчас Наташа за эти годы просто смотрела, как она росла, как расстановщица, какие проекты, программы она ведет. И она прокомментировала одну из моих публикаций. И она пишет. Я там, по-моему, Джо Диспензе. Статья, где... Статью Джо Диспензе, он утверждает, что человек не способен. Джо Диспензе утверждает, что человек не способен попадать в состояние, попадать там туда-туда-туда. Я комментарий к статье начала так. Да ладно. Я с этим утверждением не согласна. Мы в практике системных расстановок способны делать это быстро. И Наташа, как опытный расстановщик, который... Ну, я выделяю ее по ее, в общем, духовной составляющей и тех духовных практиках, семинаров, которые она ведет, она напишет. Согласна, Ирина Германовна. Эта практика, внимание, становится прикладной. Прикладной. Я вам зачем про клиентку сегодня рассказала? То, что... Если правильно подать информацию об ИТУ, то расстановки они в основе всего лежат. Смотри дальше. Человек, проведя... Моя фишка, я подчасу не могу работать. У меня где-то примерно полтора часа. Человек через полтора часа веселый, улыбающийся, расслабленный, с новыми мыслями, с конкретными упражнениями и заданиями. Это прикладной характер работы с расстановочной. При этом я не употребила слово расстановки. Нет, я потом рассказала, что лежит во злое. И вот самое... При этом я тоже виду, что люди к этому придут. Смотрите, что пишет Наташа. Самая простая и при этом комплексная практика, которая со всех ракурсов тренирует фокус внимания владельца, собственника, всех своих частей своей жизни, своей реальности. Очень люблю расстановки. Я позволила вам привести этот пример, привести этот пример, привести эти слова, подчеркивая, что вы будете видеть и жить в то время, когда расстановки что-то там изменится, пенка вот эта сойдет. И я не знаю, какая область науки объяснит, что же происходит, когда на тело выходит сигнал. Не знаю. Но спрячемся за словом «феномен». Вы все участники не единожды на себе испытывали, что сигнал выходит, так? Так. Остановимся на этом моменте и идем дальше. Напоминаю, что все участники программы, кто работает в записи, кто так, вы те, кто уже признает, что в основе расстановок что лежит? Возможность вывести информацию, проявленную на материальный носитель. И дальше эту информацию можно что делать? Распаковывать и наблюдать, как меняется мое состояние, состояние клиента и состояние участников. Сегодня мы с вами этому посвятим нашу работу. То есть сейчас я попросила вас приготовить листочки или мелкие предметы. У всех есть что-то под руками, да? Да, листочки. Замечательно. Листочки хорошо, предметы тоже хорошо. Вот перед вами, где-то справа, слева, посерединке, есть небольшое пространство, которое вы объявляете для себя полем. Ну и здесь небольшое. Я сказала, что это будет легкая для вас работа, но она важная. И снова мы сейчас пойдем с вами вот сюда. Вот что нам с вами надо. Вот смотрите. У нас с вами есть понятие базовой семьи и актуальной. Базовая семья – это какая? Богдан. Мама, папа. Да. Те, кто меня родил, и я. Сюда же будут относиться кто? Братья, сестры. Сюда же будут относиться кто? Предыдущие партнеры папы, предыдущие партнеры мамы. Вот это моя базовая семья и все, что есть. Вот смотрите. Только здесь непривычная для вас картинка. Я давно ее использую. Ну ладно. Вот есть система папы, мамы. Смотрите, вот. Птичку-то давно, птицу рода рисуют все, да? Вот есть мама, за которой стоит ее папа, папа и ее мама, за которыми стоят папа, мама, за каждым из которых стоят их родня. Когда соединяются мама и папа? Когда соединяются мама и папа? Соединяются не люди, а в первую очередь, смотрите, системы. Богдан, ты видел на работе оффлайн, вот на работе Лены, самое первое, когда мы встречались, я неоднократно там повторила, там было видно, что соединились системы для того, чтобы какой-то член системы прошел через умение принимать и прощать. И у клиентки через день-другой, что бывший муж попросил прощения. Поэтому здесь обратите внимание, вот я позволила здесь камушки, хотела все в камушках. Всегда в каждой системе, это надо помнить, есть тот, кто силен, тот, кто выжил, тот, у кого хватило энергии, несмотря ни на какие там испытания, трудности, короткая ли его жизнь, или там длинная его жизнь. Но хватило остаться в том ресурсе, чтобы через него энергия жизни продолжилась. Мы с вами дальше на занятиях посмотрим, вернее, я попрошу вас посмотреть видео с моим мастер-классом, где четко работа с предками. Это можно делать как онлайн, как оффлайн, но всегда в системе, какие бы нарушения ни были, какие бы нарушения ни были. Есть кто-то, через кого идет хоть ниточка, хоть небольшой поток энергии. При этом, смотрите, в разных школах, в разных школах есть немножко разные представления. Вот смотрите, например, Идрис Лаур выстраивает систему в линеечку. муж, жена, дальше по старшинству идут детки, и в линеечку все выстраивается. Ну, уже что-то впереди. У Берта выстраивается, как правило, родители, перед родителями, дети, по старшинству. Старший ребенок дальше, если есть нерожденный или абортированный, то они должны находиться на своем месте, по идее. Первый был аборт, значит, ребеночек вот тут будет стоять. Если там между детками, значит, вот тут будет стоять ребеночек. Это надо просто учитывать. И еще хочу обратить ваше внимание вот на что. Так, ну-ка, это мы посмотрим сейчас. Я просто взяла свой блокнотик. Идрис Лаур вообще воспринимал расстановки, и он вышел на них, не делая их отдельной техникой практики. Он рассматривал их как элемент стихии. Итак, в центре у него стоит земля. Это антропософия. Все обустройстве человека. Элемент металл, это он относит чисто к психологии. Энеограмму он сюда идет, ну, наука направления идет. Огонь это энергетические техники, практики. Дерево, это йога. И расстановки он относит к элементу вода. Вода, воздух, это то, вода, это то, что все, что делает, растворяет. Растворяет. И еще есть один элемент, который я не сталкивалась ни у кого, но о нем надо помнить. это в первую очередь, слушайте внимательно, атмосфера, атма, атма, дух, душа, основа. атмическое тело, это седьмое, самое тонкое тело человека из тел, как у нас идет физическое тело, дальше что у нас идет, эфирное тело, аура, дальше у нас идет астральное тело, ментальное тело, астральное тело, каузальное тело, Батхическое тело и атмическое тело. Слушайтесь в слово атмосфера. Что такое сфера? Руками показать можете? Пространство. Как правило, пространство какое? Круглой формы. А теперь внимание. Чем наполнена атмосфера? Воздухом. В атмосфере, душа, основа, божий промысел, дар, искра. Эта атмосфера наполнена воздухом. Поэтому Лаур ставит как основу духовная психология. У него, в принципе, это антропософия. Вот и нам нужно выбрать фигуру. Теперь смотрим. Сейчас это то, что вы будете делать для себя. Смотрите, схема нашей работы. Сейчас вы посмотрите коротенько это видео. И, зная порядок расположения, что папа стоит прямо, слева от папы маму, впереди дети. Вы знаете этот порядок. Но вы на фигурках или на листочках сделаете назначение. У вас должна быть фигура отца, фигура мамы своя. И если у вас есть брат-сестра, возьмите еще брата-сестру. Но здесь я обращаюсь к вам уже, понимающим, что такое намерение и ощущение. Вы эти фигуры поставите не по порядку, о котором знаете, а вы почувствуете, куда вам их захочется поставить. Вот давайте сейчас коротенькую мы сейчас тут глянем, как там оно у нас. Поэтому можете пока на листочке написать «мама», «папа», «я». И все. И ничего не делать. Или можете сразу посмотреть, как вы их... Только почувствуйте, как вы хотите их расположить. Ближе, дальше, правее, левее, вперед ногами. Я не знаю, как угодно. Но только почувствуйте. Руководствуясь только ощущениями. Родители твоей базовой семьи. Куда входишь ты, твои родители. И ты говорила, что у тебя есть брат. Выбери, пожалуйста, сейчас фигуры и расставь их вот в этом пространстве. Вот это мой брат. Ты поставила его в центре, так? Ну, чуть-чуть смещену. В центре стою. Ближе к центру я стою. Так. За мной стоит моя мама. И вот здесь стоит мой папа. Вот так. Предельно просто. У вас получилось как-то разместить предметы? Ну, именно по вашим ощущениям. А теперь смотрите, что мы сделаем. Сейчас вы, парах, попросите, сделайте следующее. Каждый для себя. Я прошу тебя быть информацией о моем папе. Мы начнем именно с папы. И вы закон знаете. Неважно, в теле папа или нет. Неважно, жил с вами папа или не жил. Вместо него был отчим или никого не был. Вы попросите выйти информацию о своем отце. Повзаимодействуете с ней. В каком порядке будете взаимодействовать? Как это будет выглядеть? Когда? Первичный опрос, потом на свои ощущения. Отлично. То есть, да. Есть сигнал, пусть человек рассказывает. Рассказал, когда я тебя слышу, взаимодействовать. Так? Дальше. Какие возможны фразы, слова? Я тебя теперь вижу. Мне жаль. Там есть какие-то другие. Рассказать о том. Я благодарен. Благодарю тебя за жизнь. Да. Или, например, я стою в намерении думать о тебе по-доброму. Хорошо. Думать о тебе хорошо. То есть, вот это творчество. Давайте еще раз уточним. Зачем нам нужны вот эти звуковые вибрации? Снять напряжение. Взаимодействовать с энергией. При помощи... Взаимодействовать с энергией можно при помощи движения. Поэтому в расстановке резкие движения, махание руками, перемещение по полю. Это надо делать очень-очень медленно и осторожно. А голос, звучание, особенно в онлайновой работе, это прямой способ взаимодействия с энергией. Это то, при помощи чего мы возмущаем поле. Итак, поговорили, благодарю. Поменялись местами. Теперь я тебя прошу, быть информацией о моем папе. Поговорили, обменялись. Идем дальше. Следующее. Это информация о вашей маме. По той же самой схеме. Многие из вас уже эту работу выполняли не один раз. Тем интереснее вам будет посмотреть, а как сегодня выглядит информация о маме. Что чувствуется. Что я делаю. Вы потом поделитесь этим. И кивните головой, у кого братья и сестры есть в вашем поле. Следующий этап. Это что? Будь, пожалуйста, информацией о моем брате или о моей сестре. Нерожденных, если вы знаете об абортах, еще что-то, можно пока не трогать. Наша цель. После того, как вы это сделаете, вы обратите внимание на свой листочек. И понаблюдайте. Вот смотрите сейчас на этот листочек. Что вы чувствуете, когда видите расположение фигур. Понаблюдайте за своим телом. Елена Георгиевна, а можно вопрос? Да. А если я знаю, что у меня есть еще там нерожденные дети в моей родительской семье, я тоже их ставлю? Можешь ставить. Здесь можешь ставить. Но информацию проявленную мы выводить не будем. Можешь поставить, если ты знаешь где, когда. Так и напиши. НР, нерожденный ребенок. Посмотри, куда его поставить. Мне сейчас важно, чтобы вы смотрели на поле и наблюдали. Есть в теле что-то, когда вы смотрите на это или нет? И ничего не меняли, ничего не трогали. Отметьте это. Дальше схема. Вы повзаимодействуете с информацией о маме, с информацией о папе. Нерожденных деток, Оля, трогать пока не будем. Взаимодействуем только с фигурой матери, с фигурой отца. И после этого сразу можете глядеть. Захочется вам что-то поменять в вашем выставленном поле или нет? Не фантазируйте. Прям руку отпускайте, смотрите. И если поменяете, то понаблюдайте, как вы теперь смотрите на это пространство. Договорились? Пока я делю вас на залы, перенесите внимание на дыхание. Минутка тишины, пока мы делимся. Чтобы те... Та обида, Наташ, которая у тебя поднимается на родителей, это естественные вещи. Потому что ситуация, где я проработал маму, я проработал папу, выглядит следующим образом. Если мы процедили водичку, чистая водичка, и вот мы зачерпнули ложечку, и водичка дальше стоит открытой. Есть вероятность, что эта водичка постоянно будет чистая? Нема. Раз. Или мы зачерпнули ведром из озера, зачерпнули водичку, и хорошо, озеро колеблется, оно потом остановилось. В одну и ту же воду дважды зайти нельзя. Мы живые, все меняется. И под влиянием нашей жизни, ну, не можем мы... Мы можем умыться один раз на всю жизнь? Не можем, но понимаете, я пророблю, оно не изменяется. А дитя не спешит. Ну, я мушу це проговорити. Конечно. Потому что я не бажана дитина, я робила аборти до мене и після мене. А родилася, вижила 2-700, и все мне все життя сказали, яка я страшна, и как-то так не вдала. Лайк, ну. Тобто, мені важко проявити, хоч я завжди працюю і роблю важную работу, але не считаю, як якусь значиму. Ну, тобто, я завжди там... И мне важко, я розумію, що я не можу прийняти простити батьків, тому що навіть мама приїжджала недавно. Ой, Боже, так тебе не хотіли. Это ж хлопчика хотіли. А потім от ты. Такая же страшная, Господи. Смотри, какой урок. Не просто. Не просто, не просто. Я скажу, мам, хватит. Ну, слушай. Смотри, Наташ, ты посмотри, через какой урок ты идешь. Через какой урок. Не-не-не-нет, подожди. Пока не знаешь, раз так говоришь, такой обидой. Значит, идет длинная дорога по умению, что расширить емкость своей души. Стать, как земля, которая в себя все принимает, а из нее все зелененько растет. Сказать-то это хорошо. Итак, давайте работать по заданию. Давай, работай я первый. Проси, Богдана, о работе и делай назначение. Богдан, попроси, будь ласка, для мене. Да. Я призначаю. Ты работаешь. Ты работаешь. Я, как котра, буду вам подсказывать кое-что буду. Будь информацией про моего папу. Могу прозвучать. Я надменно, нет, надменно неудачно, показательно отвернул голову. У меня есть внутренняя какая-то злость. Я не могу до конца распознать, направлена ли она на тебя. Но я не хочу на тебя смотреть. И вот как-то вот у меня такое есть стремление выражать, как бы, эту злость. На тебя вообще смотреть не хочу. Давай, Наташа, Дашенька, работай. Идет плакать. Можно, все, можно. Когда я это слышу? Ну, когда я это слышу, я понимаю, что это правда. И мне, ну, не хочется плакать. Ну, я это уже, я это знаю. Ну, я это вижу. Я не знаю, что с этим делать. Тихо, 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 тихо. Я же не могу сказать, папочка, люби меня. Выдохни, 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 выдохни. Чего умирно сказать. Пожалуйста. Ты перед этим говорила хорошие слова. Папа, мне невыносимо обидно, когда я это слышу. Пожалуйста. Папа, мне невыносимо образливо, коли я это чую. Богдан, есть реакция? Да, у меня есть реакция. Что? У меня здесь такая формулировка, а мне не обидно. Угу. Не спеши, не спеши, Наташенька, пожалуйста, очень аккуратненько. Папа, я бесконечно злюсь на тебя. Папа, я бесконечно злюсь на тебя. Просто ждем. Ну, вот тут вот что-то включило. Какое-то такое осознание, что, возможно, мои детства не совсем как-то были корректны, что-то такое. Задумался. Наташенька, попробуй. Мне не хватало твоей любви. Я вздох пошел. Никогда. Говори, Наташа. Мне не хватало, мне не хватило твоей любовью никому. Наблюдаем, просто наблюдаем. Я сейчас внутренне превратился в ребенка и слова мне тоже. А Наташа вспоминает какие отношения у папы были. У меня слезы поднимаются. Смотри. Смотри, Наташа. Оказывается. И у меня вот пошел первый импульс, когда я хочу посмотреть в твою сторону. Но от меня что-то удерживает от этого. Как будто бы я унижусь, знаю, что-то вот такое. Я не могу себе этого рубить. Самолюбие мужское. Смотри, Наташа. Открытие-то какое. Здесь можно уйти в развернутую работу, идти в поколение дальше. А давай попробуем подробно. Скажи, папа, я даже не представляла, что тебе тоже не хватало любви. Попробуй так. Папа, я навигляла, что тебе тоже не хватало любви. Не спешим, наблюдаем. Наташа, никогда ты дыши. Ну, у меня сейчас очень как-то непросто на уровне чувств. У меня захотелось обнять тебя. Вот. И я сейчас такое ощущение, будто бы я хожу по минному полю в плане... Как на свидание с девушкой, которая тебе очень нравится. И ты не можешь допустить, чтобы там что-то... Осечку какую-то себе. Вот у меня сейчас такое же самое ощущение. Как корректно, как некорректно, как этично. Ума больше уже пошло. Да, да. То есть у меня пошел какой-то тепла. Хочется как-то согреть. Маленькое отклонение в задании внесем. Наташа, подумай про дедушку. Ты знала папу, дедушку по папиной линии? Да, там уже такая важкая история. Вот. Подумай про дедушку, дорогой дедушка. Теперь я вижу, что ты не сумел дать папе столько любви, чтобы она дошла и до меня. Скажи такие слова. Дедушка, ты не сумел дать сколько любви батькови, что она дошла до меня. Теперь я вижу, что папе, твоему сыну, не хватало твоей любви, дорогой дедушка. Теперь я вижу, что папе не хватало твоей любви, дорогой дедушка. Дорогой дедушка. Мне очень тяжело это видеть. Мне очень тяжело это видеть. Дыши, дыши, Наташенька, дыши. У меня сейчас очень как-то так напряжена область живота, причем полностью, нижняя диапарагма. И я понял, что я не могу посмотреть на тебя, потому что мне стыдно. Я как бы могу так взгляд бросать, пока никто не видит на тебя. Но смотреть напрямую мне не хватает. Папа, мне жаль, я не предполагала, ничего не предполагала о твоей такой боли. Моя обида, моя боль закрывала мне глаза и сердце. Моя обида и боль закрывала мне очи и сердце. А теперь внимание, Наташа. Дорогой папа, прости меня, пожалуйста, и хорошо споннись. Дорогой папа, прости меня, пожалуйста. Хорошо, потяни шейку и говори. Мне невероятно трудно просить прощения. Я ничего не понимаю, но я говорю тебе, дорогой папа, прости меня, пожалуйста. Мне очень сложно просить это прощение. Я ничего не понимаю, но я скажу тебе, дорогой папа, прощи меня, пожалуйста. Сиди, 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 Наташенька, сиди. А теперь сиди, не спеши и говори такие слова. Твоя жестокость сделала меня сильной. Теперь я это знаю. Твоя жестокость сделала меня сильной. Ты, кажется, знал. Наташа, я очень благодарю тебя за послушание. Да, я могу. Говори, говори, Богдан. Первое, что стоит отметить, то, что у меня сейчас... Не у меня, как Богдана, как у нас детей информации вообще нету... Даже не ресурсов, возможностей просто вместить в себя эти чувства, их осознание. Но при этом у меня обошло глубокое раскаяние. Скажи, Наташенька, скажи, дорогой папа, я уже большая, и я сама мама. Дорогой папа, я уже большая, и я сама мама. Обида на тебя обестачивала меня, делала меня бессильной. Обида на тебя обестачивала меня и робила меня бессильной. При этом моя сила в том, что я вырастила достойного внука твоего, достойного ребенка, достойного сына. Мне хватает на это сил. Это моя сила в том, что я вырастила гарного сына, гарного внука. Без тебя этого бы не было, дорогой папа. Да, без тебя этого бы не было, дорогой папа. Я благодарю тебя за жизнь, папа. Я дякую тебе за жизнь, папа. Я поклон. Наташ, не поднимай голову, Наташ, наблюдай за телом. Из практики, из опыта работы, я вам скажу так. Страшнее обиды, осуждения, закасилища. Я практически ничего не знаю. И самое главное, я не знаю, сколько раз надо сходить в такую работу, чтобы энергия этой обиды трансформировалась в мощь для жизни. Чтобы она не ссушала. Вот почему я повторю слова Наташи Завалии. Прикладной характер расстановок. До тех пор, пока будут думать, что расстановки – это способ решения проблем, это будет тормозить. Расстановки – это способ самоисследования, способ обретения силы через снижение напряжения в одном месте, через открытие потока в другом месте. И когда я вам показывала картинку рода и говорила, даже если есть хоть один человечек, который выжил, выстоял, через него продолжилась жизнь, значит, он и есть. И благодарность, и принятие увеличивают в порядке потоки энергии силы любви, которая через этих людей идет. Вот это практика. Что сейчас, Богдан, происходит? Ощущения в теле какие? Ну, все так же. То, что все то же напряжение в животе. У меня будто бы как-то я под как-то таким сильным, прям сильным впечатлением от осознания того последствий, насколько я был некорректен. Наташ, скажи, пожалуйста, сейчас такие слова. Я попрошу тебя это сказать. Папа, я научусь думать о тебе с любовью. Папа, я научусь думать о тебе с любовью. А вот тебе еще раз скажи эти слова, не повторяя мои, а поставь это перед собой как духовную практику. Тебе же непривычно пожалеть папу, правда? Ну, ты же увидела, как Богдан четко сказал. Кто б меня пожалел? Как Богдан сказал, я стал маленьким, мне не хватало любви. Есть такой товарищ, Станислав Гров. Вот его перинатальные матрицы. Это для тех, кто про астрологию и нумерологию пока еще не слышит. В период, когда мы проходим и формируемся, четыре этапа есть, когда мы у мамы в животике. И в зависимости от того, как мы те этапы проходим, складывается психотип личности. Наш. Мы же ничего не знаем про то, как проходил годовые пути, как проходил. Папа твой, как зародыш. Да мы и про себя ничего не знаем. Правда? А мы там сталкиваемся. Еще там докладывается. Или мы борцы по жизни. Добрый, нам океан не страшен. Или мы перед любым препятствием страчиваем и хотим спрятаться и убежать. Поэтому вот он и духовный душевный урок. Ответ один. Вот сейчас ты сделала очень непростой шаг. И я благодарна тебе, что ты преодолела свое сопротивление и повзаимодействовала, посотрудничала. То, что к папе надо будет сходить и обратиться, еще не аж. Говори, пожалуйста. Да. Уловил. У меня, во-первых, стал немножко окреп в том, чтобы посмотреть на Наташу. И мне хочется сказать, что ты красивая. Круто. Как тебе? Я вот это сказал, я сейчас будто бы не верю своим словам, что я это проявляю. Давай, Наташенька, когда я это слышу? Когда я это чую? Ну, мне это не звично чут, но я рада это чут. Ты никогда мне не прицел не казал. Наташ, я сейчас сижу, мне просто, действительно, мурашки по коже и плакать хочется. Я не знаю, в какой еще парадигме психологическом можно проскочить вот так и услышать добрые слова от родителей, которого ненавидишь. Это странно. Я счастлива присутствовать при этом. У тебя фраза была, папа, я научусь думать о тебе с любовью. Оно вдруг что-то да получится. Останавливаемся здесь, говори, благодарю. Да, дякую, дякую за работу. Богдан, повелась я на тебя, что 15 минут хватит. Делай назначение. А вы вроде 20 поставили. Да ладно, еще продолжим. Наташа, сделай назначение, а теперь Богдан, информация о маме. А не Богдан призначение? Я дальше маму свою призначу? Конечно. Да, да, Наташа, да. Да, ну, будь, будь ласка, информацию про мою маму. Ну, тут как-то так очень все наэлектризовано. У меня прям пальцы, руки, волосы по телу бегают. У меня агрессия, какое-то недовольство. на тебя, а что ты вообще тут делаешь? Какого хрена ты здесь? Такое, прям агрессивное, довольно. Суетливость высокая, какая-то такая. и тоже не хочу смотреть твою сторону. Наташенька, давай, дорогая, когда я это слушаю? Я прям хочу прям мати загнути вообще. Когда я это слышу, я очень злюсь. Ой, да, и когда я это чую, я очень злюсь. руки сжимай. Можешь материться, можешь не материться, прям так вот злюсь, злюсь, сжимаешь руки. У меня на эти слова плюс-минус то же самое, что с отцом. Наташ, нажимай вот так вот. Злюсь. Блин, сейчас выскочила формулировка, именно как она он пока там говорит, злюсь. Злюсь, Наташа, бей по ногам, только позлись, пожалуйста, здесь надо взорваться. Давай, давай, давай. Ой, блядь, злюсь. Злюсь. Давай, еще, еще, еще активно. Злюсь. Не останавливайся, Наташа. Смотри, пока у него нет реакции, значит, проявляю эту злость. Ну, вот я просто, я вот, я действительно не разумею. Вот я сама мама, блин, ну, никто нам, ну, как нам можно... Нам нужна злость. Руки сжала? Злюсь. Злюсь. Бей по ногам, бей по рукам. Еще. Злюсь. Еще. Злюсь. Только Богдан покажет нам, хватит или не хватит. Звись. Злюсь. Злюсь, блядь. Еще, 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 молодец, давай. Еще, еще. Наташенька, поработай, дедочка, давай еще. Ну, вот, когда прозвучал мат, у меня это немножко трезвило. А так, вот это вот, меня попитывать это будет. Ну, матерись, пожалуйста, потому что нам очень важно сейчас проявиться еще. Мама просто сама хочет, чтобы я, от она мне выводит, от постійно на такие, мать. Ты меня выводишь. Ты меня выводишь. Я уже сам это с тобой сейчас нормально. Просто, ну... Я тебе, Наташа, больше скажу, я уже, у меня уже есть позыв, сейчас с тобой так разговаривают, а ты что, блядь, ахуела, как ты со мной вообще разговариваешь. Ну, мама так не каже. Нихоя себе, ты себе позволяешь. Наташа, нам работа нужна. Нам нужна та эмоция, которая пробьет вот этот энергетический, вот этот, какую-то там запутанность. Ой, о, злитеся, я просто уже, от мне хочется послать и вообще вернуться и пойти, я просто уже не могу. Я так багато злилась, обижалась, что у меня просто силы не может. Меня ослабляет злость на тебя. Меня ослабляет злость на тебя. Меня ослабляет злость на тебя. Меня убивает моя злость на тебя. Меня убивает моя злость на тебя. Вот я понял, я понял, что это такое. Как бы, уменьшение твоих чувств, потому что я настолько, извините, пиздеца на себя вывезла, пока ты еще под стол ходила, что вот эти вот твои злюзи, битки, это просто детский лепет. И опять-таки, а каково мне? Смотри, это самое первое. Соединилась система папы, недолюбленного, с системой недолюбленной мамы. Мама, подумай про бабушку, мамину маму. Дорогая бабушка, как же маме не хватило твоей любви? Дорога бабуля, как маме не хватило твоей любви? Да? Дорогая мама, как же тебе не хватило любви твоей мамы, моей бабушки? Дорога мама, как тебе не хватило любви моей бабушки? Теперь я это вижу. Теперь я это вижу. Я это знаю. Я это вижу. Мне жаль, я изменить ничего не могу. Мне очень шкода. Я ничего не могу поменять. Мне очень шкода. Есть реакция на меня шкода. Я ничего поменять не не могу. Еще раз, еще раз. Мама, мне очень жаль. Мамочка, мне очень шкода, что так. Тебе не хватило любви. Что тебе не хватило любви. У меня такое ощущение, будто бы вот это вот, ну, то, что ты даже описывала поведение мамы, что она там специально выводит и так далее. У меня такое стойкое ощущение, что ты как, извини, козел отпущения. То есть, я на тебя весь свой негатив сбрасываю и просто таким вот образом как бы развожу тебя на этот негатив и он меня подпитывает. Просто, что я типа сильна. Вот я зараз мне самое лучшее, я сильна и я поведен решат и все. Смотри, Наташа, а ведь ты сильная благодаря тому, что они обеспечили тебе необходимость быть сильной. Мама, теперь я вижу. Мама, теперь я бачу. То, что ты транслировала мне, твоя злость помогла стать мне очень сильной. Теперь, мама, бачу, что ты забеспечила меня. Ну, сильно. Это почему получилось, Наташа? Тебе надо было везти, вывозить все вот это вот. Не было бы счастья, да несчастья, что... Да, это так. Вот так говори. Мама, теперь я вижу. Мама, теперь я бачу, что я такая сильная, потому что я... Стала сильная рядом с тобой. Стала сильная рядом с тобой. У меня обовязок с детства было глядеть сестру, яка эпилептичка. И с шести роков я глядила, и хоть она старшая, чтобы она два года. У меня обовязок, чтобы ничего с ней не стало. вот теперь трудно. Мама, я выращу в душе благодарность. Я переступлю через ненависть и взращу в себе благодарность к тому, через что я прошла рядом с тобой. Так, чтобы вранья вот в этом не было. Ну-ка, давай. Она так слова не стыдаются. Мама, я выращу благодарность. Вот подумай, просто подумай. Получается, что в этом урок, Наташенька. А как вырастить? Как стать другой? Вот мы сейчас это и трогаем. Тебя этого никто не сделает, дедочка. Я тебя готова взять на руки, пожалеть, приголубить, но я чужая. Понимаешь? А вот сейчас ты продолжаешь крепнуть, что ты чтобы растраченные силы на ненависть, на противостояние не утекали, как в решето. Тебе рядом с Валентином быть, тебе рядом с сыночком быть, хотя бы думками своими. Подумай, пусть родятся слова, которые ты можешь сказать. Ненависть в тебе есть, этого никто не отрицает. И либо она тебя убьет, либо ты ее трансформируешь в свой ресурс, свою силу. Ты же, я чувствую, что тебе это реально. мама, завдяки тоби я стала сильнейшим. Завдяки всем испытаниям, что я пришла, я стала сильнейшим. Я маю то, что я маю. руку сюда положила и скажи, благодарю тебя. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Что, Богдан? Ну, вот в последнем, то, что говорила Наташа, особенно первые слова, вот тогда она так как-то начала говорить твердо, уверенно, что у меня промелькнула нотка уважения. Но потом, когда она снова ушла в свои вот эти интонации опущенных рук и безнадёги, вот у меня включилась та сторона, которая подпитывается. Посмотри, Наташа, какие тонкие наблюдения. Мы вольно или невольно можем подпитывать плюс, а можем подпитывать минус. Вот что такое сила духа? Сила духа это мне очень плохо. Ну, я понимаю, что не было бы счастья, да несчастья, помогло. И с этим надо просто побыть, подумать. Я предлагаю сейчас остановиться, встряхнуться, вывести информацию о твоей сестре. Да, 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 да. Богдан, вам будет по силам повзаимодействовать с этой информацией. Я, да, я с радостью здесь. Говори, Наташа, благодарю. Благодарю, благодарю. Богдан, давай сестру. Будь бы, пожалуйста, информацию про мою сестру. Людку. Она жива? Да, она жива, она для батьков живет, двое деток. Все нормально. Я врача и не шла хорошего в Киеве, и она ликуется, ну, нормально. Я с теплом смотрю на тебя. У меня есть внутри чувство благодарности и печали какой-то одновременно. Мне приятно смотреть на тебя. Когда я это слышу? Когда я это слышу? Случиваешь, что ты чувствуешь? Когда я сечу, я тебе не дуже верю. Мне жаль. Я так с тобой намучилась. Мне жаль, я так с тобой намучилась. Это будет вранье, если я скажу, что мне все нравится. Да, это будет вранье, если я скажу, что мне все подобает. Прости меня, пожалуйста. У меня сожаление какое-то. Прости меня, пожалуйста, дорогая Люда. Прости меня, пожалуйста, дорогая Люда. За то, что я ненавидела свои обязанности рядом с тобой. За то, что я, ну, прости меня, будь ласка, что я ненавидела свои обовязки перед тобой. Это было тяжело. Это было очень тяжело. Это было очень тяжело. Это было очень тяжело. Это было очень тяжело. Я очень боялась спать с тобой в ночи, и когда все спят, а я ждала, чтобы с тобой все было хорошо, я не могла спать, и я сейчас от этого не могу спать. Меня глубоко трогают эти слова, и это благодарность, про которую я говорил начально, она как-то усиливается. Мне даже сейчас не хватает как-то смелости, наверное, посмотреть на тебя в твои глаза как-то из-за какой-то силы. У меня опять идет, не было бы счастья, да несчастье помогло. Зато теперь я сильная. Зато теперь я сильная. И вот после вот этого, того, что я сказал, и вот ты ответил, что за счет этого ты сильная, у меня промелькнула внутри мысль, что я хочу быть похожим на тебя. Как тебе это, Наташа? Вот именно вот по силе духа, вот такого, знаешь, ты вот этими словами будто бы пробудила ту память, которую я вообще забыл, какими силами тебе доставалось. Как тебе это слышать, Наташенька? Ну, мне, я не скажу, что мне приятно, но... Для меня это неожиданно, я не знаю. Для меня это неожиданно. Это несподинка, я не знаю, я, как я говорю, агулатана. Ты моя старшая сестра. Ты моя старшая сестра. Я говорю тебе да, с любовью. Я тебе говорю да, с любовью. Мне тоже хочется тебя сказать да. И поблагодарить тебя. А теперь, Наташенька, посмотри, там, где ты разложила. Внимательно посмотри на поле и подумай. Что-то поменяешь местами? Ну, я уже, батька, не маму до себе ближче. Батька трешечки дальше. И Людка за ним. А теперь попробуй поставить папа, слева от него мама, впереди Люда, после нее ты. Попробуй поставить так фигуру. Ага. И понаблюдай, что будет в теле. Спереди я, чи спереди... Первая Люда. Першая Люда. Она старшая. А ты стоишь слева от нее. И посмотри на этот порядок. А мне так очень нравится. Все, как мое будущее. Вот. То есть первый образ семьи Богдан. Вот это вот первый образ, образ клиента, да? После работы у Наташи он поменялся. Да. Я с большим доверием отношусь, Богдан, к твоим знаниям. Сейчас вы поработаете для себя. Я перейду в другой зал. Как ты себя чувствуешь, Наташа? Только поблагодари с ними информацию. Дякую, дякую. Вот там тоже дякую вам. Дякую вам, ближайшие мои родички. Дякую. То есть цель и смысл работы, которую вы делали в зале. Первоначальный образ семьи. Базовой семьи. Мама, папа. Я поставил, как мне хотелось. Не бывает неправильного или правильного, если ты ориентируешься на свои ощущения. Потом вы вывели информацию про маму, которые взаимодействовали, да? Вернее, про папу первую взаимодействовали. Вы ввели информацию про маму тоже, что взаимодействовали. И что ты говоришь? Тебе захотелось как-то фигуры поменять или не захотелось? Ну, после взаимодействия не хотелось. Угу. Но когда я их поставила... В порядке. Да, в порядке, мне стало некомфортно. Угу. Это, скорее всего, есть какие-то причины. Так. Эти причины мы можем хоть сейчас посмотреть и распаковать. Потому что вот вы, ваш курс, скажем так, да? Вы уже те люди, которые приучены, что информация выходит, и можно ее распаковывать дальше. Так. Стас, ты можешь сейчас включиться? Потому что я сейчас предложу Марине как раз распаковать. Когда фигуры в первом варианте стояли, да? Тебе было хорошо, когда стояла дальше. А вот, Марин, расстояние между тобой и родителями, это, ну, скажем так, не совсем принципиальный вопрос. Их не обязательно, чтобы фигурка перед родителями стояла прямо вот приближенная к ним. Насколько далеко она там у тебя стоит? Моя? Мене, да? Фигура мене? Да, да, да. Ну, далеченько. Ну, за моими далеченько. Ну, она перед родителями стоит, да? Ну, ты давай попробуем сейчас распаковать вместе со Стасом. Почему ты стоишь в стороне от родителей? Попроси Стас об этой информации о том, почему ты стоишь в стороне от родителей. Стас, будь ласка, попрацюй для меня. Побудь, будь ласка, информацией причину, чему я стою осторонь від батьків. Далеченько осторонь. Какая у меня такая важкость в области поясницы? Чеколадка еще вечевается. Угу. Ну, в основном поясница такая, ну, напружена и... И че? Ну, трошки боляги, як відчуття такі. Угу. Ты человек, состояние, события. Что тебе в голову придет, если вот я такого проведу? И щас пришло в праву ногу, верхняя частина, ну, вот, суглопцы. Угу. Да, систь, ну, вот, праву ногу, так же, як тяна, як такі, як неврологія. Угу. Че я человек... Не думаю. Не думаю о себе человеку. Это я. Марин, я позволю себе стать информацией, кому принадлежит вот это состояние. Согласна? Да, да. У меня сразу склонилась голова в правую сторону, я не могу дышать, я в упор смотрю на тебя. У меня тоже голова в правую сторону. Мой? Следовательно, по картографии, смотри, нас куда-то кидают в систему. Мужскую линию. Мужскую линию, так? Ага. И о чем? Позвоночник, это что у нас? Позиция, мировоззрение, твердость, да? Угу. Ну, все, что тебе прямое, да? Идеология. Ага. Ну, Стас, а когда я ввела себя как фигуру, что меняется, что-то у тебя? Мои головы сделают все это. Ну, мне сдаётся, что я как-то не бы почав, ну, дивиться в вашу сторону. Ну, вас обоих. Вас и Марина. То есть чуть-чуть сменился взгляд, да? Направление взгляда? Был в... Ну, абсолютно. Вы мне были до лампочки, я где-то... Марина, что ты знаешь о мужчинах, по маме или не, по папе или не, о категоричных людях, которые ни с кем не соглашались? Ну, мне сразу идёт прям тату моёй мамы. Мы его не знали. Он пішёл из родины, когда мама была маленькая. Угу. Я твоё продолжение. Дорогий дедушка Дмитро, я твоё продолжение. Я вижу тебя. Дыхание появляется. Я как-то, да, трошки аж... Почала выривниваться, да. Мне жаль. Я ничего не могу изменить. Мне шкода, я ничего не могу изменить. Теперь я вижу, что много твоего есть во мне. Теперь я вижу, что много твоего есть во мне. Угу. То есть я предполагаю, что ты острень стоишь от родителей? Из тех черт характера, которые побудили его действовать как-то по-своему. Это моя гипотеза, как расстановщик. Угу. Информация как о дедушке, если я увижу, больно вот здесь. Больно. Но я вижу тебя, поглядываю на Стаса, выравниваюсь. Я тебя вижу. Понимаю. Вот сейчас вздох, я смотрю на тебя, скажи. Дорогой дедушка, да, я твоё продолжение. Дорогой дедушка, Дима, да, я твоё продолжение. И у меня есть твой правнук. И у меня есть твой правнук. Жизнь продолжилась, несмотря ни на что. Жизнь продолжилась, несмотря ни на что. Благодарю за жизнь. Дякую за жизнь. Клонись, хорошо побудь. Стас, что-то меняется? Ну, у меня была, небе, грудная клетина, небе, была сдавлена тривалий час. Ну, вот, під кинець уже майже на словах, а це коли про правнука. Ну, трошки раніше. По-легшему, небе, не знаю. Ну, закінчився цей тих, небе. Поднимайся, Мариночка. Смотри, что мы сделали. Я не знаю, как правильно. У меня нет ответа на вопрос, на какое состояние, кто, куда, кого там надо ставить. Но я как расстановщик, я отметила, ты говоришь, я у себя на поле левее. Я не перед родителями, я где-то остро не стою, да? Поэтому мы попытались распаковать, а почему ты там стоишь остро? Посмотри сейчас на поле. Есть возможность что-то поменять или нет? Или нет потребностей? Там поле мое пришло в малыш и... Кончилось поле. Я взяла фигурки Лего, мама додумалась. Як тільки мама взяла, вони ж одразу повинні понадобиться. Ну, Бог не. Да, я забрав все фигурки и понес. Ничего страшного. Нам важно другое. Мы в чем убедились? У каждого члена системы есть свое место. И при взаимодействии с информацией с членами системы, выказав им свое благодарность и принятие, мы по-любому даем каждому место. В первую очередь в сердце, памяти, ну и, наверное, в пространстве, в каком-то информационном. Потому что я сейчас, ты же еще благодарность не сказала, но я дышу ровно, вижу тебя, вижу Стасом. Ты мне более интересна, чем Стас. Стас, ты тоже в процессе работы отметил, что какие-то изменения в ощущениях были, правильно? Да, мне тоже, Марина, более интересна, чем Вы, дорогой. Нормально, нормально. Если бы просто это сказал, я назвал себя на этом тоже. Захотелось посмотреть, так? То есть, обратите внимание, когда я приводила, цитировала то, что Наташа... Благодари, Марина, все. Дякую, дякую за работу. И смотрите, что получается. Когда я говорила о том, что Наташа завалий, и объясняла, почему я ей доверяю, все-таки, слушайте, ну, 10 лет провести в плотном общении в школе Берта, она сотрудничала с Софией. Я просто... Расстановщиков замечательных много. Но Наташину работу я выделяю именно за то, что она редко делает непосредственно расстановки, как правило. То есть, она не собирает группу, чтобы проводить чисто расстановочные работы, как правило, это семинары, где она объявляет тему духов, связанную с духовным ростом, с духовными переменами. И наблюдая, как она работает, через что она ведет людей, с большим доверием я к ней отношусь. Там вот это именно беспридумок, именно взаимодействие с энергоинформационным полем. И вот то, что она поддерживает меня и говорит, что расстановки носят какой? Прикладной характер. Вот в чем мы сейчас, Марин, с тобой убедились? Что ты уже опытная, ты в расстановках уже давно. И темы мамы, папы уже были неоднократно, они везде звучали. Но каждый раз, идя в расстановочную практику, с чем мы сталкиваемся? Что выводя тему о маме, о папе, все равно что-то начинает происходить. Так? И вот сейчас, что у тебя выстрелило? Чем мы столкнулись? Ну, то, что я осторонь взагалі, от тата и мамы. Хотя ранее, я все как-то не следовала, и в работе еще хочу отметить, что у меня были новые почутки до тата, до мамы. Не такие, например, как мы працювали раньше. Было несколько лет назад, правда? Да, тут той генералки. Наташа, как раз тебе говорю, Марина, Оля, это ребята, которые очень давно в расстановочных практиках. И они подтверждят, что сколько бы ты ни обращался к теме родителей, всегда во взаимоотношениях, всегда с этой информацией будут какие-то совершенно новые отношения. Какие-то новые отношения. Вот. Здесь просто, Наташа, ты еще, у тебя такого опыта нет, как вот этих ребят. И потихонечку мне хочется склонить вас привыкнуть вот к этой мысли, что разовая расстановка, она нужна. Прояснить, проявить, сменить состояние. Но на первое место сегодня актуальность выходит системной работы. Знаете, как это будет? Сейчас пока люди назначают какую-то тему, там вот тематические работы. Мы работаем в теме мамы, работаем в теме папы, работаем в теме родственники, работаем в теме деньги, работаем еще в теме, да? Ну, поработали там сколько там групп? Пять, шесть, там пару месяцев или полгода, все. А что дальше? А дальше надо привыкнуть к мыслям, что из таких групп выходить невыгодно. Можно менять название, можно менять еще что-то. Но системное посещение, работы с энергоинформационным пространством, раз в месяц, раз в месяц, два раза в месяц, там, тематическая или группа, еще как-то. В первую очередь, что развивают, ваше мнение? Оля, что скажешь, что развивают? Ну, умение чувствовать. Отлично. Вот мне уже это, знаешь, как бы Стас сказал, он говорит, вот вам всегда надо, чтобы было, как вам надо. Ну, если честно, то да. Потому что я понимаю, что расстановки развивают умение чувствовать. Ну, как по-другому? Или вы вместе со мной приходите к этому, или вы предлагаете что-то новое, что-то свое. Потому что многие воспринимают расстановки как способ зарабатывания денег из тех, кто их проводит. Ну, это тоже честно, к сожалению, это так. Вот, когда я про Наталью Тазаварей говорю, она для меня в первую принадлежащую часть людей, которые идут именно по пути духовной. Ну, расширение емкости души своей, своих знаний. Я попрошу вас. На записи шла работа, где работал Богдан и Наташа. Богдан и Наташа. Как вы поработали, когда Богдан в свою сторону для тебя? Что получилось? Что сложилось у вас? Я скажу, да. Было как-то очень неожиданно. Папа там в восторге и радости прыгал от того, какого он сына выросл. Вот. А мама наоборот. Подтвердилась сейчас последней нашей с ней беседы по поводу того, что, как бы, я сейчас единственное ядро и фокус ее жизни. Ну, мы там с ней пообщались. Вот. И она проговорила такие фразы. Ага, я теперь якобы осознаю, что ты уже взрослый, что мне нужно жить свою жизнь, поэтому, как бы, я тебя отпускаю. Со страхом, с недоверием к миру, вот, как вот, мягенько как-то и отпустилась. Возрослой жизни. Хотя, вот, у меня фигурки, я их как положил, мама, папа и я. Вот. Видно, не видно, не знаю, как они лежат. Вот. Они, в принципе, такие лежали. Я уже Наташа. Да. Мне как-то сначала Наташа хотелось, как-то там я сначала так хочу маму большой листик взял с себя, вообще самый маленький. Но потом как-то это выключил, и вот оно так лежит, в принципе, даже не хотелось ничего менять. У меня до работы было такое, что я как-то хотел себя убрать отсюда, что ли. Вот важный момент. Понимаете, о чем идет речь? Что когда я предлагаю, когда я предлагаю именно, говорю, вот давайте, возьми фигурки, поставь. Не как ты знаешь, как хочется. Потом повести работу, работу, которую мы с вами, вот, вы выполнили, общение с информацией про маму, про папу. А потом глянуть и посмотреть, есть желание что-то поменять или нет. И что я при этом чувствую? Для людей, которые только начинают расстановочные практики и знакомство с ними, работа заключается в том, что умение отслеживать свои ощущения, чувства, свои эмоции, наблюдать за ними, это очень затруднительная работа. Согласны с этим? Вот смотри, Наташа Сарачинская, когда вы начали за Богданом работать, ты вся была что? Претензии к родителям. Я рада, что ты, у нас доверительная атмосфера, и ты могла бы поэмоционировать, проявить все вот это, так? Ну, посмотрите, что получается. Когда я нахожусь в позиции обиды, вся энергия сливается куда? В никуда она сливается. Мы ослабеваем. Объективно это так. И вот как же, чтобы этого сита-то не было, да? Вот твоя работа, ты, я надеюсь, поделишься, какие наблюдения ты пойдешь дальше за собой. Поймать себя на мысли, что раньше я думала так, при мысли о папе у меня сжимались челюсти, при мысли о маме мне только хотелось ее послать, а вдруг при мысли о папе, ну, блин, что-то по-другому. Может, тебе еще сильнее захочется их послать, я не знаю. Это знать будешь только ты. Богдан уже прошел большую работу. Ты с Александром работал, еще с какими-то специалистами работал, так? И вдруг как сейчас? Богдан, ты сейчас поддержка для мамы? Единственное. Но ты же ничего не делаешь вместо мамы, правильно? Да. Вот уметь... Именно уметь, поддерживая родителей, если они хоть чуть-чуть еще способны ничего не делать вместо них. Вот это... Это не значит, что мама сама должна заработать на лекарства, там еще... Это не об этом. Это не об этом. Ты должен понимать, что он отвечает за свою жизнь, и для этого надо что-то делать. Прописали врачи лекарства? Заставить себя это сделать. Прописали врачи вот это не кушать, или еще что-то побудить. И вот здесь дети могут помочь, а могут помешать. Можно орать, упрекать, что тебе сказали, а ты ничего не делаешь. А можно обнять. Боже мой, я не знаю, как ты справляешься. Ты молодец. Вот ты делаешь. Я бы, наверное, так не смогла. Придумать форму, через которую. Ирина, что ты для себя открыла? Как вы с Олей поработали? Микрофончики включайте. Мне понравилось, как мы поработали. Я, в принципе, поняла. Но за маму не поняла вообще. То есть полная противоположность действительности. То есть вот это выпрямленное состояние и уверенность какая-то и спокойствие. Я не знаю, где оно у него там внутри есть. То есть ты была удивлена той информацией, которая... Да, да. За папу поняла. У него как бы ничего уже... Он в своем мире. Ничего уже у него не осталось. Он уже и жить, наверное, не хочет. Все может быть. Вот смотри. О чем идет речь? Когда мы прикасаемся к информации о родителях, особенно живущих, здесь надо помнить. Просто помнить. Мы вмешиваемся в энергоинформационное подставку. Поэтому будьте, пожалуйста, ответственны и наблюдайте. Может, вы поссоритесь с родителями? Может, еще что-то? Ну, вы же не сейчас поссорились. Я говорю про дар. Ну, мы даже не поссорились. А вот посмотришь, как события будут развиваться дальше. И очень часто. Говори, Олечка, говори. Я просто была в Ириной работе. Ну, я сабцентирую еще раз внимание на этом, Ир. Потому что я говорила, может, ты не услышала, что родители в своих динамиках, да, и только когда была слова любви, это возвращало родителей. И была какая-то, вот, еще там, картина сзади рука. Вот был такой маленький, ну, импульс, как будто руку положить. Но он был такой короткий, будто бы там вот чуть-чуть замыкания прошел, только, ну, сильно мало. Но он был. Он был, но только вот на эти фразы, я там люблю тебя или благодарю. На остальное вообще мимо кассы, и они в своих динамиках. А на это шло, как бы, к тебе, вот, ну... Движение какое-то. Движение шло к тебе на твою, ну, как бы, ответственность. Да, они-то по сути не умеют проявлять любовь и никогда ее не проявляют. Смотри, стоп-стоп-стоп, что сейчас звучит? Ирочка, терпи. Что звучит в уронных словах? Оценка. Ну, констатация факта. Да ладно. Руку взяла голову, вот так, говорит, да не по сути. Хоть микро, но это не очень констатация факта. В твоей интонации, в твоей позе звучала боль. Мне не хватило их проявления любви. Может, это связано с тем, что уже привычка на работе анатонка чувствовать. Понимаешь, может быть. Ведь мы же идем проявлять информацию о родителях не с целью их осудить. Не с целью что-то там изменить. Подсветить себе, что мы можем. Вот Наташе, посмотрите запись, то, что сделала мне с Наташей. Там боль большая была. Смотри, что там получилось. Наташе было так больно. И эта внутренняя растерянность. А что я еще могу? И говорит, да вот, мы вот это вот и делаем. И дальше были слова. Я постараюсь думать о тебе с любовью, дорогой папа. И я благодарна Наташе, что она пошла на поводу, послушалась меня и против своей воли произнесла эти слова. Так ведь, Наташа? И мне знают многие, чью цитату сейчас я приведу. Гамлет, Шекспир. Как он в Гертруде. Наденьте маску добродетели. Глядишь к лесу и прирастет. Иногда в расстановках, вот из опыта работы я вам говорю, просишь человека сказать фразу, которая вызывает у него протест. А потом человек слушает, слушает. И вдруг, опа, какой-то щелчок происходит. Потому что мы много раз сталкивались, что все осуждение, обида, претензия. Это подножки. Это перекрытые пути, перекрытые дороги. Валерия, можешь включить видео? Мы сейчас кое-что сделаем для тебя. Раз ты подклыл. Привет. Ты в состоянии? Да, могу. Я в состоянии. Пойду на лавочку сядь. Сядь, пожалуйста, на лавочку. Итак, я хочу настоятельно вас попросить. Я предупредила. Но сегодняшняя работа для тех, кто уже давно, она вроде бы простая. Но по факту простой не оказалось. Так, Марин? Да. Оля, пока Валерия там садится. Оля, что для себя, какие ты для себя открытия сделала? Ну, я наплакалась. Папа сказала, опять моя детская позиция, что я боюсь, что его не станет. Нарыдалась. Папа тоже нарыдался. Вот. Я во всех работах. С мамой плакала, с папой, с братом плакала. Называем плакала, шел сброс тихоэмоционального напряжения. Оля, а листочек твой, листочек твой, посмотри, он там поменялись фигурки? Да, у меня фигурки поменялись. Фигурки поменялись. Вот опять суть и чудо расстановочной практики. Оля повзаимодействовала с папой, с информацией о папе. Взаимодействовала с информацией о маме. И что получилось? Потом смотрит, я же их поставила вот вроде как-то. А теперь смотрю, и мне хочется их поставить как? По-другому. Вот эти работы на начальных этапах, они трудно даются всем, кто только входит в расстановки. А вот вам, которые уже неоднократно ходили, выходили, могут чувствовать эти ощущения. Вы, я вам доверяю, вы уже не от ума работаете, ставите фигуры в поле. А что, мне хочется? А вот, хочется, значит, вот сюда. И после работы почувствовал кто-то из вас, да? Опа, можно по-другому. Марина, согласись, он хотел подогнать, как правильно и как еще что-то. Мы думаем, да нет. Потому что Марина удивлена, как она работу провела, а менять ничего не хочется. Как это? Ой, неправильно, ой, неправильно. Ну, давай посмотрим, почему не хочется менять. И раз мы выводим информацию, что за этим стоит, потом кому это принадлежит, и вдруг оказывается, «А дедушка рано ушел из семьи». А про него ничего не знаю. И видно особенности его характера, мышления там или еще что-то. А они фонят и звучат. Нехорошо, неплохо. Но чтобы не расстраиваться, если я говорю этому «да», и в пространстве тогда не возникает вот этого вот несостыковки такой, тогда хоп, и что-то соединим. Итак, Валерия, то, что мы делали сейчас для всех, цель была одна. Прикладной характер расстановок. В чем прикладной характер? Я могу максимально выровнять свое состояние. Попроси нас о работе, мы сейчас быстренько в завершение переключим вас, и еще раз убедимся, что расстановки могут менять состояние. Круппа Ирина Германовна, поработайте, пожалуйста, для меня. Как ты себя сейчас чувствуешь, Валерия? Хорошо, вроде бы чувствую спокойно. Спина только болит. Скажи, к чему ты больше склоняешься? Чтобы мы сейчас проявили твое отношение, информацию о твоих родителях, как ресурсную работу, так? Или поработали с твоей больной спиной? Что для тебя более актуально? Второе, я со спиной сама разберусь, что не переживаю. Нас попросили о работе. Итак, пожалуйста, Богдан, ты информация об отце Валерии. Будь, пожалуйста. Нарина Домир, ты информация о маме Валерии. Маринка, ты информация о сестре Валерии. Мария, да? Да. Маринка, Мария, где-то блин. Итак, Богдан, ощущения? У меня сразу перекрылось дыхание. Взгляд вверх направлено в горизонт. О, сейчас первый вдох сделал. Руки так вот смирно лежат на столе, а грудь провалена. И вот как-то я вот не могу разобрать что-то с левой ногой. То ли я ее чувствую, то ли не чувствую, не знаю. Валерия, когда ты слышишь то, что говорит информация об отце, как тебе это отзывается? Ну, очень похоже на папу, потому что он такой вот, немножко как бы не от мира сего. Он прячется, он уходит от всего. Ну, вот такой вот он, да. А ты сейчас что чувствуешь, когда слышишь? Мне хочется его обнять, хочется ему сказать что-то хорошее. Давай говори, дорогой папа, мне хочется тебя... Говори, говори. Дорогой папа, мне хочется тебя обнять. Хочется, чтобы чувствовать, что ты счастлив. Хочется видеть тебя счастливым. Я давно тебя не видела, дорогой. Я давно тебя не видела, дорогой папой. И я очень соскучилась, я люблю тебя. Богдан, какая реакция на эти слова? Неоднозначная. А, сейчас попробую расшифровать. Меня как будто бы цепляют ее слова, и мне тоже хочется протянуть руки к ней, да? А с другой стороны, будто бы вообще не цепляют. Хочешь обнять, ну, такое, как будто бы какая-то безжизненная амеба какая-то. Ну, я не хочу оскорбить отца, но просто чтоб донести, вот. Обними. Ну, и при этом я и сам не полагаю. Валерия, пожалуйста. Скажи, папа, мне жаль, что я не могу быть рядом с тобой. Папа, мне жаль, что я не могу быть рядом с тобой. Ну, не можешь. Мое сердце открыто для тебя. Мое сердце открыто для тебя. И голову в поклоне. Валерия, будь так, стой так. Ирина, что? Маму говори. Ну, я вот так сложила руки на столе. Валерия, поднимай голову, смотри на Ирину. Ну, так руки сложила. Я смотрю на Валерию. У меня жжет язык и сохнут глаза, пересыхают глаза. И вот здесь вот по шее, вот здесь как такие мурашки бегают, шея вот туда ниже по позвоночнику. А есть у тебя какая-то реакция на слова Богдана, который несет информацию о твоем голове? У меня? Безразличие полное. Я его практически не слышала. Ну, даже не помню, о чем он говорил. А на Валерию я смотрю. Валерия, что ты испытываешь, когда слышишь слово «мама»? Ну, какое-то тепло. Я знаю. Дорогая мама, я люблю тебя. Дорогая мама, я люблю тебя. Мне жаль, что папа сейчас так одинок. Мне жаль, что папа сейчас одинок. Ваше отношение с папой – это ваше отношение с папой. Ваше отношение с папой – это ваше отношение с папой. все-таки мне жаль что он так одинок все-таки мне дальше есть какая-то динамика на эти слова ирина мне все равно у меня есть динамика пока я впервые я впервые захотел посмотреть на экран и вот когда валерия варила вот этот адрес мамы все у меня аренда спустя валерия дорогой папа мне жаль я ничего не могу изменить дорогой папа не жаль я ничего не могу изменить но мы давно нет в этом теле а мы давно нет в этом теле память о ней греет мне сердце память не греет мне сердце все что я могу сказать тебе твои отношения с мамой это твои отношения с мамой а я просто люблю тебя дорогой папа я могу сказать тебе твои отношения с мамой и твои отношения с мамой а я тоже люблю тебя дорогой папа какая реакция вот я вернула вернула в изначальное состояние я рада что она любит папу что происходит у машин ариночка ну у меня вот мне хочется на голове крутить непонятно что якусь зачистку чтобы она была повыше чтобы я была я не знаю принцесса королева и мне хочется на голову класти руки я прям настолько вот мне важно что у меня на голове я какую-то зачистку мне хочется я какую-то не знаю какую-то корону суди втягнуть я какую-то какую-то выглядаю я постойно дивлюсь на свои видображения и я бачу валерию меня до ней теплые почутки мне воно душе а воно мене як я даже не знаю вот воно я как ось от я відчуваю дуже сильный звязок сами видна видна люди надо валерия как тебе то что озвучивает маша ну я такая дулька часто очень похожи и папа так реагировал на ее голову ну папа реагирует да я у меня реакция на папу тоже такая была сильная то есть ну я не знаю какая-то связь такая вот с папой а насчет Маши ну мы с ней сестры да мы с ней тоже теплые чувства я ее люблю мы часто ссоримся мы вообще не понимаем друг друга осенчика очень часто но она все равно моя сестра я все равно ее люблю у вас ты старше да да перед дорогая маша я твоя старшая сестра дорогая маша я твоя старшая сестра иногда я злюсь на тебя иногда active на себя иногда ты недоволь на мной иногда Иногда ты недовольна. Ну, мы сёстры. Ну, мы сёстры. Я старшая сестра. Ты после меня. Ты старшая сестра. Ты после меня. Я говорю тебе да. Я говорю тебе да. Жорика, интересная реакция у мамы. Ирина, что происходит, когда ты видишь диалог сестер? Мне радостно. Мне хочется улыбаться и петь. Только единственное, что у меня почему-то вот ждёт во рту и прям вот корень языка. Вот это ощущение не уходит. И вспотели ладошки. Богдан, что у тебя происходило? Рисование. У меня вообще ощущение такое, будто бы я выпал. Всё может быть. Это взрослые люди. Каждый у них своя жизнь. Ты давно не в контакте с твоими дочками. Ну, в смысле, живёшь сам ты себе. Поднимай, Валерия, голову. Как ты сейчас себя чувствуешь в процессе работы, в моменте? Ну, хорошо, я дышу как-то больше. Когда Валерия сказала «дышу», я вот так вздохнула глубоко-глубоко. Ну, смотри, Валерия, я не знаю, мы сейчас что-то сделали, вмешались в пространство, как, каким боком это может проявиться. Вы мою поговорку знаете, если никак не проявляется, как я говорю. Слава Богу, лишнего не сделали. Пусть это будет тебе в поддержку, в той ситуации, в которой ты находишься, идёшь, живёшь. Любые, у меня, извините, уши там пришли. Потому что потусторонние силы будут. И я надеюсь, что тебе удастся охранять ровные отношения со своей сестрой, несмотря ни на что. Хорошо? Ох, какой взгляд! Взрослые девочки, разберёте, совсем что-то. Итак, уважаемые участники сегодняшней нашей встречи. Я благодарю вас всех, Валерия, чтобы ребят... Благодарю. Благодарю вас большое за работу. Благодарю. Итак, я благодарю вас всех за терпение. У меня восхищение, что вы настолько... Ребят, дважды в неделю по три часа – это много. Вообще так никто не работает из расстановщиков. Обычно это три, ну, четыре дня с практикой, раз в полтора-два месяца. Ну, правда, есть ещё там, ну, проскуловские товарищи работают три месяца. Посмотрим, что у них вырастет. Убойный темп, да? Убойный темп. Я верю, что каждый из вас развивает свой интеллект, чувствует, интеллект эмоциональный, и тем самым укрепляет себя в умении быть разным, в умении двигаться. И самое интересное – умение быть проявленным, в первую очередь, для себя самого, а для окружающих выбирать формы появления. Поэтому я благодарю вас. Я останавливаюсь за...